Здравствуйте, друзья! 30 января день памяти преподобного Антония Великого. Это удивительный человек с интереснейшим житием и великий подвижник и аскет. Он является одним из основателей монашества, отшельнического монашества. В его жизни был интересный случай. Как и любой человек, стремящийся к совершенству, к духовному восхождению, он вопрошал у Господа о том, что необходимо ему в себе исправить, чего достичь и каким путем вести свою духовную жизнь. И вот Господь однажды ему ответил на его эти вопрошения о том, что он не достиг еще меры некого человека, который был сапожником и жил в Александрии. И тогда Антоний Великий оставил пустыню и пришел в этот город и разыскал этого башмачника, и спросил его, чем он угодил Богу. Этот человек очень удивился и сказал, что я не знаю, чем я мог бы Богу угодить, но тогда Антоний говорит, ну расскажи мне, как ты живешь. И этот сапожник поведал ему о том, как он трудится, как проводит время своей жизни, досуга, молитвы. И сказал, что он треть того, что зарабатывает, тратит на себя, на еду, на свое житие, треть на материалы для будущих работ, а треть раздает нищим. С утра, говорит, когда я только просыпаюсь, я сразу же обращаюсь к Богу с молитвой о том, что насколько я грешену молюсь и говорю, Господи, все спасаются, один я погибаю. И так же, когда день заканчивается, я так же вот те же слова произношу в молитве и вечером. И вот все, что он рассказал Антонию Великому о своей жизни, очень мало, но достаточно для того, чтобы Антоний понял, в чем башмачник этот сапожник оказался выше, что в нем Господь Антонию указал как пример. Я думаю, каждому из нас в этом поучительном рассказе тоже найдется о чем подумать, что для себя взять полезного, ценного. И прежде всего подумать о том, как мы тратим заработанное, насколько мы рачительно относимся к тому, что нам Господь дает заработать, как много или мало мы уделяем нищим, нуждающимся, и как мы молимся утром и вечером, как мы в себе, внутри себя, какое чувство имеем о себе. Ведь зачастую мы с собой бываем довольны. А вот этот башмачник, он считал, что все спасаются, один я, Господи, погибаю, так молился. И да поможет нам всем Господь быть милосердными и иметь такое сердце, такое смирение и покаяние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова